Все еще спят. Алена в 9 утра уже на ногах. У меня сегодня будет потрясающий день, потому что сегодня я заберу сыночка на целый день к себе на поляну. Так, а что это, как рано проснулось? А я сейчас вам расскажу, потому что приехала моя крошка на расчетные реснички. Без своих мастеров. Я не могу открыть. Серьезно, толкай, Катюха, толкай. Мы не можем встретиться. Без своих мастеров я не вывожу даже на поляне, чтобы вы понимали. Посмотрите, приехала крошечка моя, ходит уже, снимает. Я вообще думаю, что эту женщину, вот эту женщину, блондинку с каре, надо забрать вот сюда, на дом 2. Сегодня забрала своего. Жачочка, вот она с мамочкой поляну разведает с козы, да? Нравится тебе здесь? Нравится? Да. Видите, моя, крохотулечка моя. Маленькая. Пить будешь? Ну, давай. Да, мы, кстати, заехали в комнатку, наконец-то разложили вещички. Живем в отдельной комнате. На, родной, напить. Дай. Маме на ручку надень. Ой, так, спасибо. За мамочку он ухаживает. А себе сосу. Из кроватку. Давай в кроватку, пошли, залазь на кроватку. В сонный час все будут отдыхать. Мама, Илюша, Богдан. Время поспать чуть-чуть. В общем, положили бы Богдану спать. Семья. Фильтры, дай. И поэтому еще надо. Я не умею с ног. Вот какая огромная, скажи. До самых облаков. Высокая? Нет. Большая. Мы туда не залезли. Гоу. И еще. Гоу. Футболист, ты мой. Снимичи его. Сынок. Ворота надо бить? А, все, ворота, значит. Давай ворота, хорошо. Хорошо. Умничка ты у меня. Все знает он. Обязательно на футбол отдам. Вот так. Гоу. Похлопаем Богданше. Ура. Все уж и налобное. Мы тут остались. С этим деловым. Брянь, к вам. Ну? Слезешься? Куда ты пошел? Что ты там увидел? Лёля? Побежал, 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 побежал. Сынок, иди сюда. Богдаша. Скорей к маме беги. Скорей к маме беги. Гол. Пока у всех идет предварилов, к нам тут гуляем. Гол. Ого. Гол. Гол. Мы сейчас пойдем попозже туда играть. Ты хочешь в футбол поиграть, Рене? Да. Пойдем. Давай, танцуем. Танцуем. Давай. Давай. Посмотрите, какая у меня ночка. Час 07. Любимый мне принес блинчики тут с сосисками, сыром. В общем, сегодня мы первый день, когда заселились в отдельную комнату. Мы целую неделю жили по решению коллектива мужской. Здесь я вам объясню одну простую истину, почему даже разводятся семьи за периметром. Здесь так помогут ведущие. Соединят на лобном, на тети, по мере, да. За периметром это все равно, это все только из-за своего желания. Ищут какие-то компромиссы, какие-то выходы. В общем, ладно. Самое главное, что сейчас мы вместе. Сегодня Богданчик целый день со мной провел. Мало мне в сторис я знаю. Прошу прощения. Завтра постараюсь выходить чаще. Ребята, меня так задолбали люди, которые под моими постами начинают постить всякую фигню, типа я богатенький и так далее. Я вас молю, пожалуйста, ни в коем случае не переходите на их страницы. Я их удаляю, но они почему-то постоянно это пишут, 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 пишут. В общем говоря, конечно же, это фейки, поэтому я не хочу, чтобы мои подписчики нарывались на мошенников. А вы, люди, которые это пишут, имеете совесть. Славка, да? Спортсменная занимается. Когда вот уже Алена, скажите, будет заниматься? Алена все на каблучках ходит. Пора уже одевать спортивный костюм. Ребята, вы не поверите, но есть новая пародия на меня на проекте. Мне кажется, это лучшая версия Алена Рапунцель 2.0 просто. Посмотрите. Презентарь. Платье просто вообще идеальное. Разнообразие тоже оно как бы решает, имеет место быть. Волосы, ну конечно, пока. Как у тебя, блин. Как у тебя, блин. Найдите 10 отличий. Найдите 10 отличий просто. Просто я лучше. Я даже не знаю, кто младше, кто старше. Кто лучше. Глеб, ну ты и прекрасен. В своем образе. Мне приятно, что ты выбрала не на меня. А что он показывал, смотрите в эфире. Посмотрите, а вы угадайте, кто вот это. Угадайте, кого играл этот человек в сценке про меня и Илью. У нас здесь небольшой самый час. Мы вообще на самом деле просыпаемся. У нас подъем в 12 часов дня. Но это с тем учетом, что мы ложимся в 5-6 часов утра спать. И поэтому мы днем иногда себе устраиваем маленький сон час. И часик немножко можно поспать перед дождем. А сегодня у нас, собственно, вторник. И сегодня мы будем выгонять одного из тех, кто пришел вчера на мужском приходе. А еще у меня к вам такой один вопрос. Вот есть в вашей паре проблема ревности. В нашей паре она очень остро стоит. Но при этом мы, естественно, никогда не позволяем друг другу, точнее, к другим людям каких-то неприемлемых вещей. Но при этом безумные собственники, безумные ревнивцы. И вот как вы считаете, ревность это проблема в отношениях? Или это, наоборот, норма? И когда люди любят друг друга, они должны ревновать. Ну что, пошла я собираться на лобное место. Купила себе кофеючек. Пойду оденусь. Камеры уже стоят. Вот, собственно говоря, лобное место. Вот мой дом, где я живу. Сегодня будет, наверное, горячая тема. На сегодня будет выгон. Новеньких участников, которые пришли вчера. Вот. Всем хочу пожелать хорошего вечера. А вообще у меня к вам вопрос. Вот какой бы контент вы хотели видеть у меня в сторис? Потому что я знаю, что у меня сейчас вы максимально мало. Я с вами максимально мало общаюсь. И это меня безумно парит. Но я думаю, что в скором времени я уже вернусь к вам. И телефон у меня здесь всегда с собой. Буду с вами больше общаться. Сейчас напишите мне, что вы хотите видеть у меня в сторис. Что у Глеба на голове посмотреть? Стиль какой-то новый, я не знала. Он джинсы отрезал. И кусок джинса на голову одел. Глеб, это хендмейт? Короче. Я говорю, это что? Это ты джинсы отрезал и сделал? Я сделал шорт и сделал свой шап. Это когда ни бартера, ни денег нет. Это когда ни бартера, ни денег нет, но есть мозги. Кино снимаешь? Тебя снимаю. Снимаю, я новая легенда, новый король. Ссылка будет в описании. Если не поставишь... У моего аккаунта. У твоего аккаунта. Если не поставишь, завтра тебя заблокируют. Вот как происходит у нас съемочный процесс. Что-то там Маша выясняет. С Мартинь. Есть Маша? Еще один прибежал. Я знаю, я там не буду. Есть Маша? Нет. Быстрее. Продолжение следует... 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 Ребята, вы когда-нибудь задумывались, почему сколько бы ты ни работал, а денег постоянно нет? Или почему ты хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону, а все возвращается к началу? Почему новые отношения постоянно заканчиваются как прошлое? Может быть, дело вообще не вас? Все ваши успехи и неудачи, финансовые вопросы, а также выбор партнеров. Могут быть уже предопределены по вашей судьбе поступками ваших предков. Да, это именно так. И все это на генетическом уровне уже идет из опыта прошлых поколений. И такова эволюция, и нам от нее никуда не деться. Сейчас я хочу вас познакомить с потрясающей девушкой Елизаветой Че. Она психологическая. Эколог и гипнотерапевт, который уже 19 лет программирует людей на удачу. Она это делает абсолютно без дорогостоящих терапий, таблеток. Она работает с подсознанием на более высоком уровне. И это проверено уже на более 10 тысячах человек. И совсем скоро в блоге Лиза стартует абсолютно бесплатный марафон, где она как раз-таки научит вас, как справляться с негативом семейных установок, которые передаются из поколения в поколение. И используя как раз-таки вот эти вот полученные знания, вы абсолютно поменяете представление о себе. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я иду на ноготочки, потому что посмотрите, в каком у меня состоянии Завтра поеду переделать свои волосики И что я буду делать, покажу вам только завтра Но мне понравилась сегодняшняя моя прическа Первый раз себе сделала такие косички Мне кажется, очень необычно И вообще, сегодня такой день Достаточно эмоциональный Я сегодня вообще уехала с поляны Должна была приехать в 2 часа Но приехала домой Долго разговаривала с мамой Очень много плакала Должна была приехать На Тетну не приехала на него И приехала только на Лобная Вот Сегодня немножко Так скажем, думала, приходила в себя Вот, надо переключаться на позитив Продолжение следует... Не, скажи Мама печеньку дала Кашу мы есть не хотим Яичко мы есть не хотим А печеньку, скажи Я только за Бодя, выдержи больно Бодя Бодя Ну ты издеваешься над нами Дюма Вот это будем кушать? Нет А какое мы скушаем? Скушаем какое? Пять Пять Это фиолетовое Магдан, выбирай скорее Оно упадет Вот Ой Аааа Не, ему почистить надо Ааа... Да почистить надо на горшочке он сидит у мяшечка мой сам выроскалил большую мальчика Субтитры сделал DimaTorzok Да, ребята, Наташа, я проходила консультацию по заработку денег в Инстаграм, я вам уже как-то об этом рассказывала, и я безумно осталась этому довольна, потому что вы меня знаете, нахожусь я в отношениях или не в отношениях, а я привыкла, то что я зарабатываю сама, и я сейчас полностью обеспечиваю себя, своего ребенка, свою семью, и я абсолютно ни от кого не завишу, и это очень круто. Наташа действительно профи, и с ее помощью девочки с самого нуля в первый же месяц начинают зарабатывать от 200 до 300 тысяч рублей в месяц, там кто-то становится блогером, начинает вести блог, и начинает продавать товары в интернете, вариантов очень много. И абсолютно каждый из вас может точно так же, здесь просто важно иметь какие-то изначальные знания, я помню, я тоже была новичком, я вышла с дома и думаю, блин, за что ухватиться первым делом, и мне как раз-таки помогала Наташа, Наташа с огромным опытом, и вот к ней как раз-таки приходят девочки абсолютно с самого нуля, и она доводит их от начала и до конца. Вот это как раз-таки именно тот человек, которого действительно стоит послушать, если вы к чему-то хотите стремиться в сфере медийности, да, и Инстаграма. И сейчас у Наташи проходит абсолютно бесплатный вебинар. Бесплатный вебинар, понимаете, бесплатный. Это те знания, которые не то, что необходимы блогеру, а это бесценные знания, поверьте мне. И на своем вебинаре Наташа расскажет как раз-таки хотя бы с чего вам нужно начать. Девчули, сразу говорю, то что бесплатные места максимально быстро разбирают, и поэтому регистрацию могут закрыть в любую минуту. Здесь я вам оставляю свай. Переходите и не упустите такую возможность. Раскрес! Ой, какое яичко тебе! Пойдем с великим праздником светлым всех! Вы знаете, я вот вспоминаю, когда я тоже была новичком, и я помню, блин, чтобы вы понимали, я первая сториз вообще боялась снимать. А потом, когда я уже разобралась, как пошло, поехало. И вот, пожалуйста, 850 сториз в день, рассказываю все о своей жизни. Там главное, конечно же, разобраться, с чего начать, поэтому обязательно успеете на бесплатный вебинар Наташи. Вы знаете, я в Инстаграме реально обрала свободу, у меня нет никакого начальника, я работаю сама на себя. Птичка, так скажем, в свободном полете, у меня есть малыш, я продолжаю развиваться, зарабатывать свои денежки. И, конечно же, это очень круто. И вот Наташа вам все по... Расскажет, с чего начать и доведет до самого конца. Вы сейчас обалдеете, посмотрите на этого сумасшедшего парня. Так реально можно ходить? А как вообще, ну, как бы... Цепляется? Что-то делать, Вань? Я работаю водолазом. А, блин, ну, да. Лайтовые, просто, ну, мои лайтовые, просто, ну, вообще, как бы... А как хотели жить вообще? Все нормально. Блин. Но есть еще пожестче. Показывай. Обалдеть, вы вообще сумасшедшие. Подожди, дай. Как вообще с такими можно ходить? Они тяжелые? Нет. Обалдеть, вы сумасшедшие. Смотри. Стой. Так, дорогие мои подписчицы, у меня к вам сегодня на ночь один очень интересный вопрос. Что выберет ваша вторая половинка? Провести время с друзьями? Или же полежать вечером с любимой девушкой в свой выходной и посмотреть какой-нибудь фильм? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...